Привет YouTube! Привет зрителям моего канала, моим подписчикам! Сегодня я хочу показать один из первых моих искусственных бонсаев. Это сакура. Японская вишня цветущая. Ее крона изготовлена из бисера нескольких цветов. Здесь и белый, и красный, и зеленый бисер присутствует. Ствол традиционно я изготавливаю из проволоки. Делается каркас. На каркас закрепляются ветви, затем обворачивается малярным скотчем, затем покрывается глиной. В этот момент создаются как раз все формы, которые необходимы для данного дерева, которые задуманы для данного дерева. Ложка, в которой расположен бонсай, также изготовлена, скажем, под старину, под японский стиль, покрашена в цвет терракот. И надписи, которые присутствуют вот здесь, два иероглифа. Они как раз и говорят о том, что это сакура. Сакура, как мы видим, имеет форму. Дерево, которое росло на ветру, постоянно в одном направлении деформировалось за счет окружающей среды. То есть оно имеет направленность всех ветвей в одну сторону. Вот сакура, растущая на ветру, было задумано и изготовлено вот это дерево, этот искусственный бонсай. Размеры его не очень большие, но тем не менее это может быть украшением интерьера. Вот порядка 40 сантиметров ширина этого дерева, 33 сантиметра высота. Ну и глубина тоже у него небольшая, порядка 180 миллиметров. Вот такое дерево. Основа декорирована мелкой галькой и натуральным мхом и лишайником для придания естественности вида этому дереву. Оно изготовлено таким образом, что имеет явно выраженный фронт и тыл. То есть тыл это то, где стоит повернутым к стенке, скажем, и вот здесь это дерево упало и получило повреждение. То есть треснула глина, треснула вот эта ветка. Ну это может быть отремонтировано и в будущем я его естественно отремонтирую. Просто при падении был сильный удар и получилась трещина. Но оно закреплено, то есть оно не шевелится, а просто нужно задекорировать саму трещину, чтобы ее не было видно. Вот такая сакура на ветру. В будущих мастер-классах я расскажу о том, как изготавливаются такие ветки и как полностью изготовить искусственный бонсай. В домашних условиях в принципе это может сделать каждый, кто хочет, кому это интересно. Ну и тот, кто может, скажем, потратить некую сумму на приобретение тех материалов, которые для этого нужны. Естественно, потому что глина, бисер, это в общем-то не очень дешевые материалы, которые нужны для изготовления такого дерева. Собственно, одно из первых деревьев, оно, наверное, и самое любимое. Почему? Потому что в него вкладывалась не только душа, но и все желание впервые, так сказать, воплотить свои мысли, свои задумки в то, что хотел бы видеть. И вот в этом дереве я как раз получил то, что я хотел видеть. То, каким я его задумал еще до его создания. И оно мне нравится до сегодняшнего дня, хотя, в общем-то, этому дереву уже, наверное, больше двух лет. Оно все равно остается моим любимым. На сегодня, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал. В будущем я покажу мастер-классы, в которых объясню всю технологию изготовления, начиная от самих веточек и заканчивая полностью всем деревом. На сегодня все. Пока-пока.